МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Все ниже и ниже и ниже. Омск сковали аномальные для ноября морозы, как город выживает в холода. Слепили из того, что было, что кладут в сладкий новогодний набор и сколько за них переплачивают у мечей. Тело в дело, как и сколько зарабатывают мужчины, показывая себя, и только ли ради денег они раздеваются. Стоять боятся. Когда и где в Омске могут появиться платные парковки и готовы ли автолюбители раскошелиться за стоянку? На минувшей неделе по всей стране задерживали чиновников. В получении взятки в 2 миллиона долларов обвинили бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Подозревают в мошенничестве и бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. Затем приходили похожие новости из Ярославской области, Владикавказа и Кемерово. Там двое заместителей губернатора и глава регионального следственного комитета стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве акции разреза Инской. Сначала их даже привезли в Новосибирск, чтобы те не смогли влиять на расследование. Силовика арестовали на два месяца, а вот чиновников отправили под домашний арест. За своих подчиненных открыто заступился Амантулеев. А вот полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе не стал скрывать своего недовольства. Это отрицательно работает на имидж власти в том числе. Но, к сожалению, сегодня вот эта ситуация, она есть по факту, ее никто не скрывает. Вот и дальше будем уже смотреть. Есть суд, есть правоохранительные структуры. И когда дело будет расследовано, будет понятно, кто виноват, кто не виноват. Отмечу, что и Омская область по количеству коррупционных преступлений 79 только за первое полугодие 2016-го занимает 19-е место среди российских регионов. Кстати, прокуратура на этой неделе требовала увеличить срок для фигуранта еще одного громкого дела – Олега Шишова. Главу муставика, напомню, за уклонение от уплаты налогов и мошенничества приговорили к четырем годам колонии общего режима. Однако гособвинитель настаивал на пяти с половиной. В прокуратуре считают, Шишов возместил государству лишь треть ущерба, а значит, должен сидеть дольше. Но Кировский районный суд Омска оставил приговор без изменений. Осужденный успел пожаловаться на условия содержания, а свою камеру, где нет окон, он назвал холодильником и еще раз заявил о своей невиновности. Ну а еще один заключенный экс-чиновник Юрий Гамбург на этой неделе удивил, заплатив приставом через своего представителя долг почти семь с половиной миллионов рублей наличными. Это штраф за махинации с землей. Правда, следователи оценили бюджетные потери в 400 миллионов. Участки давно распродали под элитные коттеджи. Имущество вице-губернатора было арестовано. На счетах Юрия Гамбурга, по словам его адвоката, было всего несколько тысяч рублей. Вот и гадайте, откуда он взял эти семь с половиной миллионов. К другим темам. В Омске на неделе был побит столетний температурный рекорд. Вот в ночь с понедельника на вторник столбик термометра опустился до минус 28,9 градусов. Последний раз практически так же холодно. 16 ноября было в 1907 году. Да и вообще, вся минувшая неделя была аномально холодной. Ну, по крайней мере, это лично мои ощущения, с которыми наверняка согласятся многие. Мерзли и пешеходы, и автолюбители, те, кто не смог завести машину в городе, и на трассах организовали несколько мобильных пунктов обогрева. В некоторых округах из-за холодов вышли строй инженерной коммуникации. В больницу с обморожениями обратились десятки мячей. Детям официально разрешили прогуливать школьные занятия. Хроника замерзающего города в материале Дмитрия Ковалева. Не все мячи начали рабочую неделю вовремя. Десятки автовладельцев не смогли завести машины. Пришлось раскошелиться. Отогрев двигателя – минимум 1000 рублей. Александр Черногородцев в этом бизнесе уже несколько лет. За сутки успевает на несколько заявок. А в самые морозные дни не остается времени даже на обед. Чтобы отогревать чужие машины, модернизировал свою. Вот клеммы цепляются к симулятору. Минус, плюс 220, можно сказать, готово. Пушка работает, а 220. Во вторник упала температура в домах, которые обслуживает 5-я ТЭЦ. Из-за неполадок на теплоэлектроцентрале люди замерзали в домах. Столбик термометра в квартире Юлии Борзенко не поднимается выше 13 градусов. Девушка вынуждена греться, включая газовую плиту. Боимся, что эта плита не выдержит. Не дай бог, взорвемся. Но иначе выхода нет. Тепло также уходит через теплотрассы, на которых уже давно не осталось изоляции. Теплые, да, рука теплит, тут рука теплит, это разве гонится. На следующий день помощь понадобилась водителям. Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на трассах. Здесь 4 спальных места. Обогревают помещение тепловой пушкой. Таких пунктов в области 31 и еще 82 стационарных. Там всегда дежурят экипаж скорой помощи, снегоуборочная техника, пожарные машины и снегоходы. Оказываем помощь по вызволению автомобилей из снежных переметов, то есть небольших, так как техника легкая. Ну и установлена лебедка. Ну и доставление лиц в ближайшие медицинские учреждения, либо на пункт временного обогрева. К четвергу стало известно, в Омской больнице скончался первый пострадавший от обморожения. В БСМП-1 наплыв пациентов. Ну это я не знаю, как я умудрился. Как-то умудрился. Съяны были, я ничего не говорю, я пину, меня сюда пьяного привезли. Сейчас в отделении гнойной хирургии 9 пациентов. На больничные койки чаще всего попадают бездомные. Реже это люди, попавшие в сложные ситуации. Пациенты, теряющие сознание как-то с эпилепсией или в результате черепно-мозговой травмы. В пятницу на уроки не пошли школьники. Впрочем, учиться пришлось. Домашние задания дети получили по интернету. Надежда Ковалева рассказывает, из класса ее сыны сейчас на занятия ходят всего 10 человек. Большинство сидит дома, родители боятся в такой холод выпускать детей. Во-первых, многие ходят сами, дети, домой. Они же засмотрятся где-нибудь на какое-нибудь дерево или еще чем идти. Все. И уже замерз ребенок. Он же не замотается, ничего. В региональном министерстве образования заявили, что из-за аномально холодной погоды в минус 40 градусов в пяти районах области на занятия не пришел ни один ребенок. Дмитрий Ковалев, Павел Ходынский и Александр Рябуха. Омск здесь. Специалисты Центра погоды ФОБОС то, что сейчас происходит в Омске, называют феноменальным явлением и объясняют это гигантским антициклоном-монстром. Из-за него среднемесячная температура на 15 градусов ниже нормы. Правда, успокаивает. Уже со вторника в Омске потеплеет. А подобные аномалии теперь стоит ждать не раньше, чем через 10-12 лет. Отмечу за всю историю наблюдений. Самый холодный ноябрь в Омске был в 1953 году. Тогда в регионе были почти 40-градусные морозы. А вот теплее всего было в ноябре 2003-го. Средняя температура около нуля. Кроме того, как отмечают синоптики снега, в последний месяц осени в Омске выпала в этом году в два раза больше нормы. И хотя за последние 20 лет зимний период в целом по стране сократился примерно на полторы-две недели, сибирская зима 2016-2017 для Омска продлится почти пять месяцев. Снег будет лежать до конца марта. Заморозить решили и субсидии для муниципального пассажирского транспорта. За то, чтобы не выделять средства, проголосовали городские депутаты. Не беспокоит их, похоже, и то, что это может привести к банкротству всех муниципальных пассажирских предприятий. Ведь до этого существовали они за счет компенсации, которую бюджет доплачивал за каждого пассажира. Арифметика проста. Билет стоит 22 рубля, а еще 5,5 добавлялось из казны на эти деньги. В ПТП платили зарплату сотрудникам, ремонтировали автобусы, покупали топливо. Чтобы так продолжалось и дальше, в бюджет на следующий год необходимо было заложить 900 миллионов рублей. Однако пока прописали только 250. Ну а накануне принятия бюджета депутаты предлагают и вовсе средства не выделять. Тогда, чтобы выжить, ПТП должны резко повысить стоимость проезда для пассажиров. Но мэр Омска заявил, что цены не изменят как минимум до июня. В ответ директор департамента транспорта предположил, что предприятия до лета могут и не дожить. Одновременно депутаты начали муссировать тему платных парковок. Как это считают народные избранники, позволит пополнить казну Омска и избавить центр от пробок. Однако в мэрии проект считают убыточным и вообще сомнительным. Премия возникает не в первый раз. Правда, пока никто из властимущих не поинтересовался мнением самих омичей, готовы ли они вообще платить. А вот моя коллега Тахмена Тынысова поговорила с водителями, а заодно ценила опыт соседних регионов. Несколько рядов здесь машины припаркованы. Нарушение всех правил парковки и приличия человеческого. Каждое утро программист Андрей Барский приезжает к своему офису на улице Фрунзе за час-полтора до начала рабочего дня, чтобы припарковать свой автомобиль. Платить за парковку 35 рублей в час, а именно такой тариф предлагают установить ему не по карману. Мне приходится вставать в пять, в полшестого, где-то так, наверное, и сюда приехать к семи. Тогда место я найду гарантированно. Арифметика здесь простая. Это, конечно, для среднего жителя, наверное, очень большие деньги. 35 рублей за 60 минут, 8 часов в будни и 22 рабочих дня в месяц. Итого 6 160 рублей. И это при средней заработной плате по городу в 28 тысяч рублей почти пятая часть заработка. Платная парковка в Омске пока оборудована только у аэропорта. Первые 15 минут бесплатно, потом 50 рублей за каждые полчаса. Платить за стоянку омичи не спешат. Площадка не заполнена даже наполовину. Раньше улица Транссибирская, которая ведет к аэропорту, была полностью заставлена автомобилями. У здания напротив аэровокзала не было свободных мест. Но после появления паркоматов здесь установили дорожные знаки. Остановка и стоянка запрещены. И улица опустела. Теперь парковка, только стихийная, переместилась на обочину. Платные места в Омске планировали создать в основном в центре города. 23 стоянки на 7 тысяч мест. Депутаты Омского городского совета таким образом решили бороться с пробками и увеличить доходы бюджета. Если штрафы за неправильную парковку пополняют областную казну, то прибыль за платные места должна озолотить городскую. К тому же больше горожан из-за руля пересела бы на общественный транспорт. Это как раз вопрос работы общественного транспорта, как ни странно. Потому что общественный транспорт тогда сможет спокойно проходить без пробок. Это как раз вопрос с тем, что если больше пересядет на общественный транспорт, то безусловно мэрия должна будет заниматься организацией графики движения, и теплые остановки, и так далее, и так далее. То есть у нас начнет это меняться качественно. Для создания платных парковок необходимо как минимум 130 миллионов рублей. Проект должен окупиться в течение трех лет, а затем пополнять бюджет города десятками миллионов в год. Частному инвестору такое прибыльное дело решили не отдавать. А в мэрии денег нет. Уже несколько лет чиновники не могут найти средства и хотят отдать парковки бизнесменам. Но депутаты против. Тут эффективность вложения средств в организацию парковочного пространства это колоссально 100% годовых. Почему тогда? Я пытаюсь выстроить логическую цепочку. Ну почему? Не хотим. Варианты. Самые первые. Есть под кого шить платье это. Первые платные стоянки в России появились в Москве. Там стоимость парковки варьируется от 50 рублей в час до 200. Ближе к центру – дороже. На прибыль, которую приносят паркоматы, даже ремонтируют жилые дома. Автолюбители замечают. Машин в центре столицы меньше не стало, однако многих воспитывает постоянный контроль. Дисциплинируют водители. Кидали как зря, где зря машины. Сейчас более, я говорю, культура меняется в лучшую сторону. Уже не на газонах. В Екатеринбурге работают около сотни паркоматов. Но денег в бюджет они не приносят. Оплатить парковку можно только с помощью банковской карты. Наличные терминалы не принимают. Поэтому и водители платить не спешат. На их сторону встал даже суд. Между тем, муниципалитет потратил на оборудование около 83 миллионов рублей. Новосибирские власти не хотят вкладывать деньги в платные парковки. Поэтому вкладываться будут московские инвесторы. Прибыль поделят с мэрией. Для тех, кому плата за стоянку кажется непомерной, строят сеть перехватывающих парковок. Бесплатных стоянок в разных частях города. Там можно оставить автомобиль и добраться до центра на метро или на электричке. Приятно, что можно бесплатно что-то в нашем мире поиметь. Прекрасно, вообще хорошо. Потому что я не то, что работаю, часто приходится ездить в центр. А в центре там на машине вообще делать нечего. Эту машину оставляешь здесь и туда приезжаешь. Обратно так же возвращаешься туда. А в Омске такой альтернативы нет. Хотя бы потому, что и метро тоже нет. Но паркоматы все же могут появиться. В Горсовете предложили заложить в бюджет на следующий год хотя бы 20 миллионов рублей на создание первых платных парковок. Тахмина Тынысова и Павел Хадынский. Омск здесь. Сразу после рекламы расскажем, сколько переплачивают омичи, покупая сладкие новогодние наборы для детей. Оставайтесь на продвижении. Павел Хадынский. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. «Радио Сибирь». Слушай себя. Это Омск здесь. Двигаемся дальше. Атмосферу праздника скоро начнут создавать на улицах города. К примеру, сквер имени Дзержинского украсит световой фонтан. Флаги с новогодней символикой вывесят от Ленинградского моста до Кировской развязки. Также засверкают огнями улицы Гагарина, Ленина, Партизанская и Соборная площади. А на елке у мэрии разместят больше 70 пластиковых шаров и гирлянды. Еще одна примета. Нового года традиционные мандарины и сладкие наборы в магазинах. Цены на них каждый год, мне кажется, мягко говоря, завышенными. Сколько мы переплачиваем и есть ли в этих наборах действительно шоколадные конфеты, выясняла Алена Бензик. Новогодний сюрприз – лесная или рождественская тайна. Что скрывают эти названия и яркая упаковка – действительно загадка. Перечень конфет неизвестных производителей и химический состав о вкусе ничего не говорят. Более того, некоторые предприниматели мелким шрифтом указывают, что оставляют за собой право на частичную замену указанного на этикетке ассортимента. В наборах не всегда есть те конфеты, которые достойны внимания. Часто это бывают карамельные конфеты, часто шоколад не высшего качества. Только природные ингредиенты, натуральный бельгийский шоколад и немного души. Вот рецепт вкуснейших конфет, считает Ольга Голосова. На создание порции кондитерских шедевров шоколаде тратит день, а то и два. В этих сладостях нет убойной смеси трансжиров, красителей и химических ароматизаторов. Правда, коробка конфет ручной работы будет стоить значительно дороже фабричной. Все натуральные продукты, они, естественно, более дорогие, чем заменители, усилители вкуса. Поэтому, к сожалению, производители, чтобы удешевить свой продукт, и чтобы он был более доступным для покупателей, они, естественно, добавляют такие вещи. Цена новогоднего набора зачастую в десятки раз превышает его себестоимость. Туда кладут залежалый товар, порой с истекшим сроком годности. Могут, конечно, сделать упаковщики пересортицу товара. Значит, они могут добавить в свежие конфеты те конфеты, которые уже вот на грани, у которых срок годности заканчивается. То есть, ну это вы уже определите чисто органолептически, когда вскроете подарок и уже начнете дегустировать эту конфетку. В подарочном наборе каждая конфета должна иметь дату производства, состав и адрес производителя. Но часто этими нормативами упаковщики пренебрегают. Их не пугают штрафы, ведь пара десятков тысяч рублей – ничего по сравнению с прибылью в несколько миллионов. Достаточно 150 тысяч рублей для того, чтобы открыть что-то подобное. Для того, чтобы вот нам с вами завтра взять, закупить конфеты, их распаковать и отправить куда-то в магазин. Вот достаточно, это, казалось бы, не совсем большой суммы. Увеличение прибыли может быть до 200%. Между тем, родители, сотрудники детских садов и школ благотворительной организации тоннами закупают конфеты, чтобы сформировать из них детские подарки. Так администрация Омска потратила в этом году на новогодние наборы почти 4 миллиона рублей. Доверять предпринимателям, которые выигрывают тендеры на сладкие подарки, нельзя считают в Роспотребнадзоре. Потому ежегодно проверяют исполнители госзаказов. Условия хранения не соблюдались. Мы делали такие замечания, чтобы они быстро исправили. Были требования, нарушались именно по маркировке. Поэтому проще собрать сладости самостоятельно. Для сравнения мы купили подарок за 262 рубля. Это средняя цена. В полукилограммовом наборе одна молочная шоколадка из сомнительных ингредиентов, 25 конфет в шоколадной глазури, 6 карамелек и 2 риски. На такую же сумму мы купили трюфели, марсианку, фундук в шоколаде, еще пару конфет известных производителей, грильяш, халву и традиционный маску и мак. Итого получилась одна плитка настоящего шоколада, в котором, в отличие от этого шоколада, есть какао-масло. И 48 конфет. Все шоколадные. Никакого бонуса в виде мармеладки, зефирки или карамельки. Конечно, мы сэкономили на упаковке, купив обычный пакет с рисунком. Но зато в нем больше конфет. И все на свой вкус. А значит, ценители качества и количества выберут именно его. Алена Бензик, Евгений Русенко, Анатолий Серов. Омск здесь. И еще о столе, но уже не праздничном, а о будничном. Точнее, о бизнесе по доставке еды. Сейчас в Омске он переживает бум. Тем более при такой-то погоде. Сколько нужно заплатить за возможность полениться? Мы посчитали все за вас, а заодно посмотрели, на что готовы компании по доставке еды ради клиента. Открыть свой ресторан в кризис решится не каждый. А вот кухня со службой доставки еды – лакомый кусок для бизнесменов. В Омске такой сервис предоставляет больше 200 организаций. При этом расценки большинства относительно демократичные. Так, для компании или семьи из трех человек ужин с доставкой на дом обойдется в среднем 900 рублей. Конечно, цена зависит от кулинарных предпочтений. Так, трое любителей итальянской пиццы заплатят около 800 рублей. Во столько же обойдутся осетинские пироги. А вот ценителям японской кухни придется заплатить больше. При этом сама доставка бесплатная, но только при условии, что вы закажете блюдо на определенную сумму. Эта минимальная цифра сильно разнится. Большинство сетевых служб доставки привезут обед или ужин уже при заказе от одного рубля. А вот рестораны японской кухни согласны обслужить на дому только при заказе от полутора тысяч. А еще год назад были согласны и на тысячу. В кризис с владельцем служб доставки сложнее привлечь к себе новых клиентов. При этом тратиться на рекламу, как раньше, не готовы. Большинство уходит от ростовых, кукол, баннеров, роликов на телевидении или радио в интернет. Согласно исследованиям, такой путь в России выбрали почти 40% компаний. Чаще всего используют соцсети. Играют на желании потребителя получить больше за те же деньги. Приведи друга, получи подарок, купи одно блюдо, второе бесплатно. Можно ли спасти кого-то, просто раздевшись? Расскажем. Через пару минут оставайтесь на продвижении. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Красота уже спасает мир. Хомички раскупают календари с полуобнаженными пожарными. Спасатели Топлис демонстрируют свои мускулы. Для чего они решились на такую горячую фотосессию, узнала моя коллега Юлия Боброва. Этой встречи, видимо, оказалось мало. И она встретилась с другими мужчинами, которые зарабатывают на своем теле. Не переживайте, все в рамках приличия. Ветреный парень. Так называет свой стиль один из самых популярных стриптизеров в Омске. Александр Джокер. Откровенными выступлениями он зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц. Инженер по образованию в стрип-холл хотел устроиться официантом, но случайно оказался на кастинге и также случайно прошел его. И не жалеет. Своей работой он гордится. Это не фрик-шоу, это именно шоу красивого парня. Это стриптиз от него. Это его работа, его творение. Именно то, что он может показать. Если ты красивый, хорошо выглядишь, хорошо оделся, хорошо разговариваешь, вкусно пахнешь, но ты приехал и не умеешь танцевать. Опять же, ты проиграл. Здесь все важно. Владимир Соколов – лицо с обложки. Глянцевые журналы, рекламные ролики, подиум. Уверен, что работа модели только на первый взгляд кажется легкой. Порой после изнурительных фотосессий или съемок сил хватает только добраться домой. Говорит, большинство мужчин в России к своему внешнему виду относятся пренебрежительно. Да и производители одежды их не балуют. У нас шьют не на высоких парней, а больше на низких парней. И иногда бывает такое, что не попадаешь. Рукава слишком короткие и прочее. А если говорить о Европе или, допустим, Малайзии, то там всегда в моде высокие парни. Главное – это не перекачиваться. А вот Петру Кривенко без крепких мышц не обойтись. Вместо завода он пошел в фитнес-центр. На своего персонального тренера равняются десятки его клиентов. В спорт пришел как бы по зову сердца, так сказать, может, души. Я постоянно увлекаюсь спортом, веду активный образ жизни. То есть стараюсь. А по образованию я сварщик. Тренер, прежде чем что-то давать своему клиенту, он это должен сделать сам. Красота мотивирует, удивляет, доставляет эстетическое удовольствие и спасает мир. Как вот эти мужчины. Это не модели, а обычные омские пожарные. Этот горячий календарь на расхват у амичек. Я не удержалась и тоже купила. Вдруг не достанется. Тираж ограниченный. Сначала омские пожарные хотели подарить календарь только женам и подругам. А потом узнали, такие же проекты делали в Австралии и Франции. Амичи решились опубликовать снимки и взорвали омский интернет. В календаре идет и агитация пропаганды против пожара, мир против пожарной безопасности. Ну и, соответственно, здоровый образ жизни. Многие отзывы в интернете пишут, вот ребята молодцы, классно выглядят. Впрочем, омские спасатели разделись не ради славы. Вырученные от продаж календаря деньги отправят в детское ожоговое отделение больницы скорой помощи. Пожарные надеются, это поможет спасти чью-то жизнь. Юлия Боброва, Александр Лысак, Александр Рябуха, Евгений Слепов. Омск. Здесь. Еще мечей на этой неделе удивили световые столбы и гигантская луна. Спутник Земли за последние 70 лет приблизился к нашей планете на максимальное расстояние, став на 30% ярче. Те, кто не успел насладиться красотой этого явления, не расстраивайтесь, еще будет на что посмотреть. Давайте немного пофантазируем и на несколько секунд покинем эту студию. Что же мы сможем увидеть? Так уже в середине декабря мы станем свидетелями метеорного потока геминиды. По сути, звездный дождь, едва ли не самый яркий в этом году. 120 метеоров в час. Я загадал. Ну а уже в марте 2017 года близко к Земле пролетит комета Янке. Настолько, что увидеть ее можно будет без оптических приборов. Ну а в августе следующего года нас ждет частичное лунное затмение. О самых ярких событиях следующей недели мы расскажем в программе «Омск здесь». Увидимся.